Доброе утро! Напоминаю, сегодня четверг, 4 апреля, и с сегодняшнего дня начинается цикл встреч в рамках нашей программы, посвященных тому, как банки принимают решения о выдаче или невыдаче кредитов. Почему, собственно, могут отказать или не отказать, будем разбираться вместе с нашим утренним гостем Ольгой Желяковой, финансовым консультантом в Бюро финансовых решений «Пойдем». Доброе утро! Доброе утро! Итак, в чем же может быть причина, отказа или не отказа, каким образом эти решения принимаются, как это все строится? Я хотела бы сразу же предупредить, что я буду рассказывать только о своем личном опыте финансового консультанта. И для того, чтобы понять, почему, допустим, вам могут отказать в кредите, либо не отказать в кредите, нужно понимать, как банк вообще принимает решение, каков механизм выдачи кредита. Их, по большому счету, может быть три варианта разных. Первый вариант – это скоринг. Это когда оценку платежеспособности клиента и проверку данных клиента проводит компьютерная программа на основании определенных параметров, которые в нее заложены. Это может быть определенный уровень дохода, определенный стаж работы, возраст, место работы, пол, семейное положение. Логика принятия решения здесь такая. Если вы не подходите хотя бы по одному параметру, банк вам отказывает в кредите, то есть отказывает в кредите программа. И получается, что здесь анализируется не конкретно, индивидуально ваша ситуация, а берется некий среднестатистический человек. Решение по таким программам принимается, как правило, быстро, от 15 минут до часа, и суммы кредита обычно выдаются небольшие. Второй вариант – это кредитный комитет. Вы подаете все документы, которые требует от вас банк. Обычно это копия трудовой книжки, справка о доходах 2НДФЛ, либо по форме банка. Кроме этого, банк может затребовать с вас дополнительные документы. К примеру, свидетельство о праве собственности на недвижимость, либо на автомобиль. Кредитный специалист принимает у вас заявку. Он проверяет комплектность документов, правильность их заполнения. И на основании этого он делает заключение о выдаче кредита. С этим заключением специалист выходит на кредитный комитет. В кредитный комитет входят уполномоченные сотрудники банка, которые принимают окончательное решение о выдаче кредита. Они оценивают в первую очередь предоставленные клиентам документы, а не самого человека. И получается, что тот специалист, который принимал заявку вашу на кредит, и тот специалист, который принимает решение по кредиту – это два разных человека. Такой формализованный более подход получается. Да, да. Но по таким программам суммы выдаются кредита более крупные, и, соответственно, рассматриваются подольше от одного дня до пяти дней. И третий вариант, который наиболее мне близок, потому что именно я так работаю, это когда решение принимает непосредственно консультант, человек, который с вами общается. И именно я в процессе беседы с вами принимаю решение по кредиту. Ну, это очень ответственный такой шаг, и решение ответственно на ваши плечи ложится. Каким образом вы понимаете, на что обращаете внимание, да или нет? Ну, в первую очередь мы, конечно же, обращаем внимание на адекватность клиента, то есть понимает ли человек то, что он делает на данный момент. Очевидно, что мы не сможем беседовать с человеком, который находится в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Далее мы смотрим на финансовую нагрузку, то есть позволяют ли доходы и расходы человека выплачивать необходимый ему кредит, будут ли ему посильны эти ежемесячные платежи. Потому что зачастую бывает, что человек не всегда правильно оценивает свои финансовые возможности, особенно когда кредит берется не на месяц, не на два, а на длительный срок. Далее мы смотрим на ответственность человека, то есть готовность его выполнять свои обязательства и на кредитную историю. Финансовую нагрузку, наверное, сложнее всего и дольше всего оценивать. Есть какие-то специальные инструменты для этого? Да, они есть, но о них очень долго рассказывать, их очень много, на самом деле. Давайте тогда перенесем разговор на следующий четверг и будем говорить о финансовой нагрузке и о том, как ее оценивают.